Всем привет! С вами Дана, «История успеха». Сегодня у нас в гостях особый гость Евгения Никулина. Евгения проводит уникальные сеансы, помогающие людям восстановить равновесие и гармонию своей жизни. Добро пожаловать, Евгения. Благодарю, Дана. Перед тем, как начать, Евгения, поздравляю вас с чудесной новостью. Пусть вся ваша беременность будет наполнена заботой, любовью и незабываемыми моментами. Спасибо большое. Начнем? Да. Кто такая Евгения Никулина? Кто такая Евгения Никулина? На сегодняшний день я мама двоих деток, третий на подходе. На сегодняшний день я квантовый проводник. Занимаюсь исцелением души и тела в целом людей через различные практики и техники. Это на сегодняшний день. Но этому сегодняшнему дню предшествовало большое количество тех Евгений, которые были. Евгения-коуч, Евгения, работающая в бьюти-сфере, Евгения-студентка, Евгения, работающая даже в клубе. То есть разные аспекты личности, которые формируют меня сегодняшнюю. Поэтому я буду рада сегодня поделиться своей историей жизни, которая сложилась в истории успеха, как ты говоришь. Прекрасно. Давайте начнем с самого основного. Что такое квантовое исцеление души и как можно использовать квантовое исцеление души для достижения счастья? Так, девичь, которые я буду сегодня рассказывать, они, скажем так, не совсем обычные, слегка неземные. Но я постараюсь приблизить это как можно больше к реальности, чтобы это было понятно как можно большему количеству людей, чтобы мы не звучали сильно отлетевшими, мы при этом звучали не сильно земными. И все-таки немножко наше сознание расширилось в этом аспекте. Давайте. Потому что, да, когда я начинала, например, с классического коучинга, психосоматики, это тоже была ступень моего развития, моего становления. И постепенно в каждой из сфер мне становилось тесновато. Знаешь, вот как будто чего-то не хватает, как будто где-то есть что-то еще, что мне недорассказали. И я, как тот исследователь, постоянно искала какой-то новый метод, новый способ пойти глубже, найти больше ответов. И вот на сегодняшний день я пришла к квантовой терапии. И, давай скажем так, это как будто бы объединяет все эти знания терапии, психологии, психосоматики, энергопрактик, которые можно только применить, все в одну методику, которая погружает гораздо глубже и работает более целостно. Как тебе такой ответ? Понятно. Да, давай вопрос, если что. Да, надо задать вопрос, потому что... Вот смотри, я тебе сейчас проясню немножко, да? Давай представим, что вот классическая терапия, психология, это вот так вот, да? Да. Потом идет как бы там духовные практики, эзотерика, да-да-да-да-да. А я объединяю вот эти две части и еще иду больше расширения. То есть соединяя и духовное, и материальное, и при этом не отказываясь ни от чего, дальше мы перейдем с тобой к сознанию единства и выходу из дуального мышления, и там будет немножко понятно, как это все соединить. И, знаешь, я не хочу выбирать между чем-то, тем и тем, материально-духовное, плохо-хорошо, правильно-неправильно. Я хочу брать все, да? Вот. Хорошо, ну расскажи немножко об этом детально. Вот сейчас идет у нас твой курс, который называется «Я творец», да? Почему люди должны приходить на этот курс? Почему? Что меняется в их жизни после занятия с тобой? Первое — не должны. Здесь все по любви, все по добровольному согласию, без какого-либо агрессивного маркетинга, потому что я человек с маркетинговым бэкграундом и знаю, как ценно то, когда люди выбирают тебя по любви и по душе. Так вот, я творец, я не могу сказать, что он для всех. Он для тех людей, которые ищут ответы сами, и они уже начали делать шаги в эту сторону, да? Потому что я творец, он основан на методике самотерапии, самоисцеления, самоработы с самим собой. То есть для этого нужна какая-то уже опора и база, что человек хотя бы где-то когда-то задавался вопросом «Кто я? Что я? О чём я?» То есть не инерционный человек, который просто проснулся на работу, покушал, спать лёг, а человек, у которого есть такие экзистенциональные вопросы уже появляются. То, что ты говоришь, это правда в последнее время очень много людей занимаются саморазвитием, ищут вопросы, где раньше мы этого не делали, сейчас мы это делаем. И сейчас вот говорят, что такое душа, исцеление души? Зачем? Что это? Что такое душа? Что такое душа? Зачем душа приходит на землю? Так вот, что такое душа? Это то неосязаемое, что даёт жизнь материальному. То есть это тот энергетический зажигатель, который пришёл испытывать сюда опыт. Пойдём мы дальше к тому, что душа – это частичка целого духа, который разделился на миллиарды миллионов частиц в разных людей для того, чтобы прожить разный опыт. То есть душа – это частичка единого целого, Бога, Абсолюта, Творца, как хочешь назови. Это его маленькая-маленькая частичка, которая притворилась в каждом-каждом человеке. И вот чем интересна эта игра под названием жизни тем, что каждый из нас проходит разный опыт. И дух, единство сознания, собирает таким образом дату, да, data. Ему интересно наблюдать, ему интересно себя испытывать и проявлять через других людей. Душа бессмертна? Конечно, как и дух, да. Чего хочет наша душа на самом деле? Опыта. Она хочет играть, она хочет проживать интересные опыты. И причём для неё на самом деле неважно. Это человек, да, эго определяет, это плохо или хорошо, это больно, это неприятно или это радостно. А душе классно всё. Ей прикольно, что ты поломал руку. Ей прикольно, что ты, не знаю, там, ребёнок у тебя заболел. Ей прикольно, что ты потерял работу. Ей прикольно, потому что таким образом она получает опыт, да, задача получить как можно больше опыта. А как ты преодолеешь эту задачу? А как ты станешь сильнее? А как ты выкрутишься из этой ситуации? И вот душа приходит сюда получать опыт. И, собственно, это на самом деле и есть основная задача и миссия каждого. И круто, если ты будешь получать от этого удовольствие. Тогда твоя жизнь будет счастливой. Тогда следующий вопрос, который я хотела задать. А вот как услышать голос души? Как знаете, иногда говорят, мне так больно, у меня аж душа болит. Есть же такое, говорят, да? Душа не болит. Да, ну, грубо говоря. Болит эго. Эго, вот. Да, вот оно даёт оценку нам, больно, не больно нам. А душе, нет. И на самом деле, если вот ощутить через различные там практики, да, или через мета-сеанс, который я провожу, состояние души и духа, это такой кайф. Причём абсолютно от любого опыта. И неважно, кофе ты пьёшь или там на Ламборгини едешь, паница, да, то есть состояние наслаждения и блаженства абсолютно одинаковое. Понятно. А есть же, ну, есть же разные опыты. То есть в этом мире, конечно же, мы все экспериментируем и позитивные, и негативные опыты. То есть как это относится вот к тебе? Когда ты снимаешь вот эти слои оценочности, да, эго. То есть это хорошо, это плохой опыт, это хороший опыт. И начинаешь видеть даже в плохом опыте свой ресурс, у тебя перестаёт, ну, давай так, не идеализировать, да, не уходить в утопию. У тебя минимизируется количество плохого в жизни. И неважно, что с тобой происходит, это становится твоим ресурсом, это становится твоим уроком, опытом, знанием, на который ты опираешься и растёшь. Что будет, если люди, вот сейчас говорим о росте, что будет, если люди не будут расти? Они будут в любом случае. У них вариантов нет. Ты думаешь? Да, потому что, ну, не может происходить так, чтобы у людей не происходили какие-то осознания. Даже если они просто сидят дома, да, вот то высшее осознание, ну, всё-таки заботится о том, чтобы подпихнуть тебя и подтолкнуть тебя к каким-то действиям. И неважно через что, через болезни это будет или через, наоборот, какие-то классные события в твоей жизни. То есть, например, да, вот давай банальное возьмём. Самый крутой тренинг личностного роста — это материнство. Окей, интересно. То есть, у тебя вариантов не остаётся, да, даже если, например, для женщины беременность была неожиданной, и она принимает решение стать мамой, для неё это будет самый крутой личный тренинг. Потому что это ответственность, это новые знания, это новые нейронные связи, а как я в новой роли, да. И то есть, здесь в любом случае будет развитие. Опыт нам важен. Тут, опять же, вот это развитие, да, я куда развиваюсь? Как выходит из зоны комфорта, ты выходишь, да? Это оценочность всё равно. Я развиваюсь или не развиваюсь, или деградирую? Ну, то есть, это тоже оценка. Суть в опыте, опыт получать. Вернёмся немножко к курсу «Я творец». Какая основная цель и какие темы и концепции рассматриваются в рамках этого курса? Основная цель курса «Я творец» — это привнести осознанность каждому человеку на daily basis. То есть, как это сказать, каждого дня, да? Да, да, да. То есть, что человек не просто там, он прошёл курс, и... А вот, у меня есть теория о том, как мне быть осознанным. Но сталкиваясь и конфронтируя в жизни с какими-то экстремальными стрессовыми ситуациями, он обо всём этом быстро забывает. И погружается в свои программы, и начинает вариться вот в этой всей эмоциональной истории. Так вот, курс «Я творец» — он специально простроен так, чтобы это был опыт каждого дня. И наработка новых паттернов поведения. То есть, как только я сталкиваюсь с какой-то стрессовой эмоциональной ситуацией, я сразу же спрашиваю, о чём это про меня? Как я сейчас создала эту ситуацию? А почему я так сейчас реагирую? А для чего? То есть, очень много вопросов сразу же люди начинают задавать внутрь себя. что является ключом к вообще вот этому пробуждению, вознесению и так далее и тому подобное. Потому что нам нужно, чтобы люди вернулись вовнутрь. Мы привыкли тыкать пальцами. Это ты плохой, ты козёл, а я ничего. Но это я создаю всё. Это я причина всего. Это я создатель. Я творец. Поэтому здесь мы так учимся ежедневно, сталкиваясь с внешним миром, задавать себе вопрос. Как я это создаю? Меняется ли жизнь участника после вашего курса? Я думаю, об этом говорят тысячи отзывов. И знаешь, как меняется жизнь полностью? Люди просто становятся настолько собой. Осознаннее. Собой. Что они перестают быть узнаваемыми. И меняется всё. Внешность. Просто организм на клеточном уровне меняется. Реакции меняются. Очень-очень большие трансформации на самом деле. И вот прям без пластических операций, знаешь, глаза яснее, взгляд открывается. И это правда фантастически наблюдать трансформации людей. Очень красиво. Ну до этого дойти. Сколько времени длится вот этот курс? Это же не просто прям два месяца. И после двух месяцев человек полностью меняется. Да. У него появляются новые привычки, новые стратегии поведения. Что он дальше несёт с собой в жизни. То есть мой курс не заканчивается через два месяца. И они пошли дальше творить то же самое, что и было до этого. Они настолько меняют свои паттерны поведения, что они продолжают точно так же вести себя в жизни. У них есть инструменты. Очень простые инструменты, которые они могут применять каждый день. И в этом прелесть и феномен этого проекта. Делаете онлайн или тоже есть оффлайн? Только онлайн. Только онлайн. Хорошо. Надо подумать записаться на этот курс. Пожалуйста. Запись только на следующий год. На следующий год, да. Запись очень большая и буду проводить теперь редко, но метко. Начнём сейчас немножечко поговорить про занятия кундалини-йогой. И как давно вы практикуетесь этот тип йоги? Немножечко тебя поправлю. Я не занимаюсь кундалини-йогой, не занимаюсь активацией кундалини, что имеет общий корень, но различные, скажем так, направления. Хорошо. Расскажи. Кап никак не связан с йогой, потому что там не происходит никаких действий. Ты никак не двигаешься, не стоишь в асанах, ничего не делаешь. Для сессии кап достаточно прийти, лечь на йога-коврик и полежать, спокойно, ничего не делая, в течение часа послушать музыку. И в этот момент ты получаешь такую же активацию, как если бы ты 40 дней практиковал йогу кундалини. Вау. Какова роль кап энергии на практике? И какие изменения она может вызвать на физическом, эмоциональном и духовном плане? Часто слышу этот вопрос, и он абсолютно обоснован, потому что люди хотят понять, что с ними будет после. Но спектр последствий, которые вас ждет, настолько широкий, что сказать, что у тебя там денег станет больше, или ты там замуж выйдешь, или у тебя там энергии прибавится, нельзя сказать. Потому что энергия дает тебе ровно то, что тебе нужно. Например, энергия кундалини, она очень честная. То есть, например, ты уже не сможешь себе больше врать. То есть они, например, больше не могут ходить на ту работу, на которую они ходили раньше, и терпеть ее не могли. И после кап они, все, я больше не могу, я просто больше не могу, и уходят. И это происходит гораздо проще, легче, потому что постоянно какие-то уговоры, типа, ну ладно, ну это безопасно, ну я еще потерплю, ну может что-то изменится. Точно так же это в отношениях происходит очень часто, да. Также, например, у меня очень много кейсов, где люди бросают пить, курить, есть мясо. То есть какие-то... Кардинально меняют свою жизнь. И вот такие предпочтения, причем это происходит совершенно естественно, не то, что они там от головы решают это не делать, да, я не хочу больше, мне вот классно, вот просто так. И да, все изменения происходят абсолютно естественно, никаких форсированных событий. Очень круто. Сексуальная энергия растет, энергия просто кайфа и наслаждения просто от всего. Ты можешь музыку себе включить и кайфануть так, будто ты на музыкальном фестивале танцуешь с сотнями людей, которые тебя заряжают. То есть ты просто радуешься жизни. То есть другими словами, можно сказать, это заряжает как-то какой-то энергией жизни, да. Да, кундалини — это и есть энергия жизни. Очень яркие носители кундалини — это у нас дети до пяти лет. То есть если мы посмотрим на детей, которые еще не насобирали на себя социальных фильтров, рамок, вот, пожалуйста. Да, они наслаждаются полностью, то есть сто процентов. Да. Хорошо, вот сейчас немножечко мы заговорили, там вот, когда происходит это кардинальное изменение, то же самое, это немножечко связано тоже, связано или нет, к любви к себе. Давайте немножечко затронем эту тему, как полюбить себя, как понять, что, чего ты действительно хочешь в жизни, какая твоя миссия в жизни. Любовь к себе. Я всегда рекомендую начинать любовь к себе с понятных, очень базовых, очень материальных вещей. То есть понятие «любовь к себе» — это что-то такое эфемерное, звучит из каждого утюга. «Люби себя», как себя любить, расскажите, пожалуйста, да, как вот мне, Маше, которая живет с мужем-абьюзером, полюбить себя, да, там, 10 детей у меня, которые, я не знаю, вот, что мне делать. Маше нужно начать с малого, нужно начать с того момента, когда она начинает думать о том, а вовремя ли я сходила в туалет, а вовремя ли я покушала, да, начинаем с любви к собственному телу, к физическому сосуду, в котором я нахожусь. Потом Маша начинает потихонечку включать свои сенсорные вот эти качества, да, а мне приятно сейчас надеть эту футболку, а мне комфортно сейчас сидеть на этом стуле, а мне нравится, как у меня лежат сегодня волосы. И из этих маленьких деталей начинает потихоньку формироваться любовь к себе, потому что для того, чтобы себя любить, нужно понять, где я. То есть мы начинаем себя осязать, возвращать внимание к себе, и потом вот это себя мы уже можем любить. Как Вы думаете, в чём наши истинные потребности? У каждого человека истинные потребности свои. Кому-то очень важно иметь уютный дом, а для кого-то крайне важно быть непривязанным ни к чему и путешествовать с одним чемоданом. И это являет, на самом деле, это абсолютно равноценные истинные потребности. Истина у каждого своя. Хорошо, Женечка, давайте вернёмся к вопросу, который я задала раньше. Как узнать, какая твоя миссия в этой жизни? Хороший вопрос. Ответ на него будет состоять из нескольких этапов, потому что просто проснуться или сходить к астрологу, или сходить к номерологу и узнать, какая у меня миссия, это не имеет никакого эффекта и результата, потому что миссия рождается из осознания. И это нужно почувствовать, это нужно прожить. И это будет такой, как спарк. Вот оно, вот оно, от чего у меня мурашки, от чего я горю. Всё всегда начинается с «я», кто я, какие мои вкусовые предпочтения, какие мои социальные предпочтения, что я из себя представляю, что мне интересно, какие мои... То есть всё-всё-всё про сферу «я». То есть изучаем себя. Изучаем себя. Да, ни о какой миссии мы пока не думаем. Наша задача просто изначально изучить себя досконально. Кто я, что я, о чём я, про что я, что мне интересно, с кем я хочу быть, как я хочу проявляться, как я хочу, чтобы мир меня видел, как я вижу себя. То есть всё-всё-всё в сфере «я». Потом я смотрю на то, что мне больше всего приносит удовольствие, и что я могу делать просто сутками напролёт, бесплатно. Вот я могу об этом разговаривать, я могу об этом читать, я могу об этом изучать. Мне это не приносит никаких усилий. Это моё увлечение, мой огонь, моё зажигательное. Почему, да, вот как... Горят глаза в этом время. Это мой икигай, почему я просыпаюсь по утрам, мой смысл жизни. И мне всё равно, дождь, снег, юга, я всё равно это делаю, потому что мне об это по кайфу. Но вот этот кайф ты никогда не обретёшь без того, чтобы понять, кто ты. Если ты бесконечно просыпаешься без понимания, какой я, вот этого кайфа никогда не наступит. То есть первый этап, кто я, потом кайф. И уже исходя из этого кайфа, ты этим кайфом начинаешь с другими людьми делиться. И на этот кайф люди как на огонёчек слетаются. Люди хотят искренности, истинности, радости и счастья. Это то, что им нужно. Это то, чем они хотят соприкасаться. И если это у тебя есть, у тебя всегда будет клиент, у тебя всегда будет дело своей жизни, миссия. Я хочу тебе рассказать историю одну. Я встретилась с женщиной здесь, в Испании. И она стала для меня ярчайшим примером человека с миссией. Значит, мы пошли с осликами. Это была ферма. И мы пошли с осликами, значит, в лес. И она с этими осликами. Вот мои ослики ангалусийские. Я в ассоциации восстановления популяции ангалусийских осликов. И я задаю ей вопрос, говорю, а как вы к этому пришли, что вы решили, что ваша миссия – это ослики? И знаешь, здесь мне стало очень стыдно, когда я услышала этот ответ. Потому что я ожидала, что-то вроде того, мой бизнес рухнул, моя семья там разъехалась. И я решила стать тем, кто выращивает ослики и спасает их от различных болезней. И каково было мое удивление, когда я услышала, а это с детства не нравилось. То есть она этим занимается с детства. Она занимается осликами. И вот это, понимаешь, вот эта миссия. Не что-то престижное, не что-то классное, не что-то трендовое, а то, что приносит тебе счастье. Какие жизненные ценности вам наиболее важны? Моя первая ценность – это мое счастье, мой покой, мой баланс. Наверное, мое равновесие – это моя первая ценность, из которой будет исходить все. То есть из этой ценности я могу выстраивать свою ценность, мою семью, мою реализацию, мои здоровья, моих клиентов и так далее и тому подобное. Потому что если нет меня, нет ничего. Это основа, база, фундамент, можно сказать, да? Есть ли дни, когда вы просыпаетесь без мотивации? Конечно. Что происходит в этом? Что вас двигает вперед? Ничего, я лежу. В день, когда нет мотивации? Да, я лежу. Правда, я разрешаю себе лежать и быть немотивированной. Потому что сегодня мне нужно... В самом деле, мы думаем, что мы получаем очень много в движении, но новизна, новые идеи, новые знания всегда приходят в покое. И если мы будем постоянно бежать и быть очень мотивированными бесконечно, мы очень быстро выгодим. Но к новому ничему не прибежим. Будем бегать по кругу. Жень, какой переломный момент случился в вашей жизни, что вы пошли путем духовности, скажем так? Самый, наверное, пробуждающий эпизод в моей жизни это была болезнь моей дочки. В год и восемь, мне сегодня семь лет, сейчас семь лет. Когда ей было год и восемь, мы обнаружили, что у нее... Раз. Это расстройство аутистического спектра. И с того момента, знаешь, вот просто ты просыпаешься в другой реальности, когда ты жил до и после. И вот это эпизод и период моей жизни длиной в два с половиной года из тотального ада ежедневного сейчас сделает свой величайший ресурс. И вот ее приход в мою жизнь именно потому, что она такая. Именно благодаря тому, что я прожила вместе с ней, сделал меня сегодня той, которая ей есть. Заставил меня пойти обучиться нутрициологии, заставил меня пойти стать чуть ли не медиком для того, чтобы поставить ее на ноги. Плюс посадить собственное здоровье из-за стресса, начать заниматься его восстановлением, пойти в психосоматику, стать коучем благодаря, пойти в терапию, начать восстанавливать себя. То есть когда я уперлась в то, что мои медицинские манипуляции достигли какого-то потолка, я задалась вопросом, наверное, что-то есть больше в теле человека, где скрываются ответы причин заболеваний и причин дисбаланса тела, психики и так далее и тому подобное. И все это вы проделали для спасения вашей дочки, да? Помочь своей дочке. Да, да, да. И этот набор знаний, эта база знаний, собственно, была передана всем моим клиентам и всем моим студентам. И это... Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для себя. И потом это для себя, то, что дало результаты мне, то, что помогло мне, я передаю другим. Мы раньше разговаривали про миссию человека. А вот, например, в чем предназначение женщины и мужчины в этом мире? Ну, давай начнем, как всегда, с базовых вещей, да, с материи. Это продолжение рода, это рождение, это приведение в этот мир новых душ для того, чтобы продолжить возможность творцу продолжаться, получать новые опыты. Ну и да, чтобы игра была веселее здесь. А как ты скажешь насчет энергии мужской и женской? Что, когда женщина берет на себя полностью мужскую, мужские ответственности? Очень интересный вопрос. И знаешь, еще лет пять назад я ответила бы, наверное, типа там, ой, это очень плохо, вообще мужчины тогда слабы становятся, рядом с такой женщиной, там все, в общем, все-все плохо. И женщине нужно быть ведической женой на кухне босиком и в юбке. Ну, это я бы тебе ответила пять лет назад. А сегодня я тебе скажу, что истинно сильная женщина, по-настоящему сильная женщина, очень важна сегодняшнему миру. И очень нужна. Потому что все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в мире, это потому что женщину как раз очень сильно подавляли. И говорили, что это слабый пол, да, там, они не совсем умные, женщина за рулем, это кто там, диана с гранатой и так далее, и тому подобное. Да, вот дебилизировали женщин для того, чтобы подавить их силу и не признать их. И первая задача женщины, на самом деле, это признать свою силу. Только признать ее, но не доказывать ее мужчинам, что делают многие женщины, да. То есть... Превращаются в мужчин со штанами прям досюда. Некоторые не превращаются даже. Они все равно пребывают в женском теле, да. Да, да, да. Мы говорим просто о тех, кто, когда берут на себя, всю мужскую энергию и превращаются в мужчину, делает абсолютно все дела, которые делает мужчина. Можно делать все дела, что делает мужчина. Можно жить мужскую жизнь, но при этом совершенно не терять своих женских качеств. То есть можно совмещать... Как изберечь вот эти женские качества, как, имея мужскую энергию, изберечь женские качества. Это очень интересно. Расшириться. Расширить свое сознание, да. Не уходить в «или-или», а взять все сразу. То есть как я могу это соединить внутри себя. Раньше тоже, да, там я, например, у меня всегда были бизнесы, и я всегда думала, что я сейчас с работы приду и дома буду домашней кошечкой. Вот. Таким образом я, в общем-то, угробила свою первую семейную жизнь. И что совершенно перечило моей природе, естественно, когда я могу быть предпринимателем, я могу быть сильной женщиной, я могу быть личностью, я могу быть крутой, да, там очень жесткой где-то. И это классно. Потому что именно благодаря тому, что женщина может так проявляться, рядом с ней будет равный ей мужчина. То есть в отношениях мы привыкли проваливаться в какую-то детско-родительскую позицию, да, потому что женщина — это ребенок, а мужчина — это родитель, да, и он говорит ей, что делать, почему-то. Ну, потому что, почему? Почему? Потому что предыдущие поколения так делали, так надо было, такой опыт был раньше. Мы можем это очень легко, очень естественно проработать и привести в баланс эти два состояния, потому что и в мужчине, и в женщине есть две части, и мужская, и женская. В мужчине есть женские энергии, в женщине есть мужские. И это прекрасно, когда они есть и находятся в разных частях. Потому что, когда, например, ну, давай в мужчине, да, мы уберем женскую часть, кем он будет? Сухарь, безэмоциональный, абсолютно бесчувственный мужлан. Вот кто у нас будет, да? А если мы в женщине уберем все мужское, кто у нас будет? Тряпка, об которой можно вытирать ноги, бесхребетное существо, которое дома сидит и не пикает. А какой секрет в семейной паре для тебя? Мой мужчина бы сказал, наверное, что всегда говорит, да. Да. Потому что своей женщине всегда говорит, да. Есть два слова, которые являются основой «Счастье в моей семейной жизни» — это «yes, dear». А для женщины всегда ставить себя на первое место. То есть, если женщина начинает думать о муже, о детях, о семье, о работе, о ком угодно, она теряет себя. Мы очень склонны к тому, чтобы думать обо всех, заботиться обо всех и забывать себя. Но как только фокус внимания и женщина возвращается к себе, любви к себе, к заботе о себе, цветут вокруг все. Женя, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, что спасёт человечество? Мне кажется, что человечество уже спасено. Да? На самом деле, да. Всё происходит так, как должно происходить. Всё имеет смысл, всё имеет глобальный замысел. И если нам кажется, что человечество нужно спасать, нам только кажется. Знаешь, хаос — это всего лишь порядок, который мы пока ещё не обнаружили. Но в каждом хаосе есть порядок. И рано или поздно мы его рассматриваем, это становится нашей нормой. И мы, ага, ага, вот, как здесь, окей. А, ну окей, я тут понимаю, как действовать. То есть то, что сейчас происходит, да, я понимаю, почему ты занядаешься этот вопрос, да, если мы посмотрим... Это глобальные изменения. Да, да, на мировые процессы, то они, конечно, могут ужасать. Но так или иначе, я всегда говорю, что если ты чего-то не понимаешь, или ты считаешь что-то несправедливым, ты просто не до конца понимаешь глобальный замысел. Как бы ты назвала одной фразой сегодняшнюю твою жизнь? Сказка. Сказка. Красиво. Сказка. Сказка. Мне очень нравится. Пускай эта сказка длится всю жизнь. Что является ключом к успеху в твоей жизни? Счастья и удовольствия. В каждом моменте, в каждом вести, в каждом проявлении. И если этого счастья и удовольствия нет, тогда я остановлюсь и подумаю, что куда я не туда свернула, что я это счастье и удовольствие потеряла. И снова обрету его и пойду дальше. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Евгения, что поделились вашей историей успеха. Ваши идеи и подходы являются вдохновляющими и напоминают нам о важных аспектах нашей жизни. Желаем вам дальнейших успехов и благополучия в вашей работе и личной жизни. Спасибо, что были с нами сегодня. Благодарю, что приносили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...